добрый вечер уважаемые слушатели да коллеги здравствуйте вижу очень много постоянных слушателей спасибо очень приятно что вы уделяете внимание до время ресурса изучения группового психоанализа добрый добрый вечер ну что мы будем продолжать у нас может быть сегодня да будет заключительная встреча по правилам групповой психотерапии основные правила я вам уже озвучила да сегодня сегодня хочу пройтись по ним в деталях да и может быть уже появились какие-то вопросы у вас по ходу действия до соответственно задавайте я буду на них тоже отвечать так ну что значит напомню да мы с вами говорим о такой о таком методе групповой психотерапии как психоаналитический подход либо групповой психоанализ да то есть такая глубинная психология в рамках группы которая нам позволяет очень глубоко копать и работать на уровне структуры личности до человека то есть более простыми словами если говорить работать над изменением характера понятное дело под абсолютно любые запросы участников группы вот значит так с чего бы нам с вами начать так 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 ну давайте вот я вам что скажу что правило до которые мы обозначили они в общем их не так много да и эти правила основные вы будете вкратце озвучивать на первичном интервью перед началом участия в группе с каждым отдельным участником а также будете озвучивать на группе в целом но нужно быть готовыми к тому что подходов в групповой психотерапии существует различное множество я даже наверное все их и не перечислю вот и в соответствии с этим очень часто люди идут уже допустим с какими-то своими ожиданиями представлениями да относительно того каким образом это должно работать какие существуют правила да вот если мы говорим в контексте правил и достаточно часто бывают такие ситуации когда участники очень острым могут реагировать на какие-то правила которые не вписываются в их представления о том каким образом вот этот вот метод должен работать давно что-то они книги читали или какие-то может быть семинары посещали да и вот ну к этому просто важно быть готовыми потому что конечно же вы не можете абсолютно все правила ну обсуждать с участниками да я имею ввиду в контексте каких-то их ожиданий например да вот о чем идет речь например ну просто это частые случаи да на группе что если человек допустим узнает о том что в группе сидит участник который находится помимо группы еще и в индивидуальной терапии у ведущего группы да то вот эта ситуация она может пойти в разрез то есть другими словами есть подходы да наверное авторы которые методы которые это не практикуют да и я уже говорил о том что это достаточно творческий метод да и в любом случае в процессе практики у вас будет вырабатываться но какие-то свои до подходы какие-то свои инструменты дополнительно вот к тому что мы обсуждаем либо на этой базе до скажем так и вот например перед тем как вы начнете собирать свою первую группу вам необходимо для себя понять как вы будете смотреть вот на этот например вопрос да то есть как вот вы чувствуете вы хотите чтобы допустим ваши клиенты из индивидуальной терапии могли также находиться в вашей группе либо вы примете такую позицию когда вы скажете нет группы это отдельно допустим индивидуально работает отдельно то есть в группе будут участники только исключительно которые вам не знакомы и они не находятся у вас в индивидуальной работе и соответственно там же еще по ходу могут возникать такие запросы да например набрали группу и потом кто-то из участников группы может попроситься допустим к вам в индивидуальную терапию в какой-то момент и вот опять таки вам нужно будет это решение для себя принимать это не то чтобы вопрос который вы должны с участниками на входе обсуждать потому что как я говорю все нюансы не учтешь но для себя вот это правило важно выработать самого начала и соответственно если вы попадаете в такую ситуацию когда участник узнает об этом да что допустим есть на группе кто-то из ваш клиент из-за индивидуальной работы быть готовыми к тому что человек может резко это не принять резко то есть для него это будет вы будете выступать в качестве терапевта который нарушает правила и объяснить человеку что это не так да что есть просто разные подходы ну бывает сложно чаще всего конечно это происходит на более поздних сроках пребывания в группе нежели там первые 10 встреч и конечно же мы эту ситуацию рассматриваем с точки зрения групповой динамики и сопротивления до группы в целом понятно что то есть и в контексте отдельного участника здесь уже будет разыгрываться какая-то его индивидуальная история да то есть он не просто так зацепиться за эту ситуацию и решит уйти из группы поэтому удержать его вы не всегда сможете да это первое нужно как-то можно стараться да это делать но понимать что это не вашей власти далее сильно на свой счет не принимаете даже то что вот я видимо где-то ошибся да нет вы не ошиблись вы имеете право для себя изначально принять по каким условиям вы будете работать вот так или по-другому и принимая допустим эти условия для себя в процессе работы вы уже смотрите возможно что-то решите скорректировать ну например допустим вы говорите о том что я буду работать с клиентами и индивидуально и в группе да и пусть они будут и там и там допустим с чем вы можете с какими сложностями до в этом месте можно столкнуться например ну очень важно отслеживать например за тем что вы произносите на группе относительно там допустим какой-то личной информации этого участника потому что ну что-то он может вам сказать в индивидуальной терапии да какую-то свою историю рассказать например или поделиться чувствами но при этом он об этом не говорил на группе ни разу и вот здесь важно не запутаться да то есть это вот определенная нагрузка на терапевта потому что работает так можно но ни в коем случае ну как бы нельзя выносить на группу ту информацию о клиенте до которую он сам не привнес на группу но сказал вам об этом в личной терапии ну как понимаете можно попасть в просад здесь давно потому что вы вроде бы как бы это знаете и можете запутаться до что где где вы это слышали вы это слышали в индивидуальной работе или на группе и можете дать допустим какую-то вводную да ну и человек конечно же это будет остро воспринимать и переживать как нарушение своих границ у меня честно скажу были такие ошибки вот на заре да как говорится моей практике и ну ничего страшного мы с этим справились конечно там не очень острое все было но то что человека это ранило однозначно и я стала очень прям внимательно да к этому относиться внимательно с точки зрения даже не того чтобы быть компьютером и запоминать всю эту информацию держать у себя в голове нет а вот именно с точки зрения того как мы говорили до что групповой анализ он отличается от индивидуального тем что мы не ведем индивидуальный прием на группе и соответственно ну понятное дело что вот мы туда так или иначе будем соскальзывать особенно в начале до когда вы будете практиковать вам все равно нужно будет опыт какой-то наработать и соответственно вот чтобы туда не проваливаться тогда получается что у вас и нет необходимости вносить вот в группу так привносить какую-то дополнительную информацию о человеке потому что ваша задача помнить о том что в принципе вы и не терапевт да на группе терапевт группа поэтому вот группа как терапевт пусть и работает да вы соответственно как ведущий вы можете давать общие групповые интерпретации и вообще этот навык нужно тренировать да я постоянно об этом практически на каждой встрече говорю прям учиться видеть группу целиком это сразу получаться не будет это навык который нужно выращивать внутри себя то есть все время все время себя возвращать супервизия вам будет в этом конечно помогать потому что очень велик соблазн когда ты сидишь на группе особенно если ты ведешь ну сочетаешь эти два метода у тебя много клиентов индивидуальной терапии находится то вот ну перестроиться добывать сложно то есть ты начинаешь вот то что ты знаешь из индивидуалки тащить в группу а это разные методы и вот видеть ну сидит 10 человек все рассказывают разные истории и вот увидеть в этом не разные истории отдельных участников дай думать о чем это а все время держать фокус на том что эта группа в целом да как будто бы это вам все рассказывает один человек до 1 не 10 и вот вам нужно понимать что происходит с группой в целом например ну понятно что там могут быть абсолютно разные чувства но а что в целом да в целом допустим там злость приобрел преобладает из чувств или там пассивная агрессия еще что-то да то есть нужно считывать динамику учиться в целом и соответственно и давать интерпретации тоже в целом тогда вы просто технически не сможете свалиться вот в какую-то индивидуальную историю одного человека да то есть оттачивая получается свои навыки ведения именно групп до меньше будете вот такие ошибки допускать но это ладно мы в общем я вам говорю почему важно да вот принять для себя решение например вот в этом вопросе да как вы будете работать потом значит что здесь еще может быть ну понятное дело нужно приготовиться к тому что могут возникать чувство зависти конкуренции до каких-то обид у других участников что когда вот кто-то говорит на группе о том что а я вот значит у нашего там ведущего в индивидуальной терапии до нахожусь а другие то нет но так как мы все сидим в одной группе вот здесь может уже появиться чувство что я чего-то лишён да и вот к этому тоже важно быть готовыми выдерживать это но опять таки да вот не принимать на свой личный счет если вы так будете работать какие еще сложности могут быть значит если сочетать эти два подхода ну переносы да то есть они будут абсолютно различные тоже вот чтобы все в кучу не мешать они могут быть различные например в индивидуальной работе на вас будет перенос допустим как на материнскую фигуру или может быть я не знаю бабушка сестра кто-то кто заменял мать например да а на группе вы все таки будете находиться в отцовской позиции да это лидер группа это ведущий совершенно другой перенос до бывает так что на ведущего разные проекции до могут быть в том числе и материнский перенос но это скорее она вряд ли будет носить характер постоянного до такого пребывания вот в этом переносе на ведущего как на маму нет это скорее будет сегодня так завтра так вот такой плавающий момент может быть но в общем и целом в целом да то все таки это будет совершенно другой перенос больше на в сторону мужчин да вот отец брат не знаю дедушка вот какая-то такая мужская фигура потому что но все таки это лидер больше вот и соответственно и динамика будет запускаться до исходя из этих переносов а там могут быть абсолютно разные чувства да то есть вот к этому тоже важно быть готовыми что например в индивидуальной работе у вас будут отличные отношения до теплые принятие понимания группе может быть очень много агрессии обесценивание я еще чего-то еще чего туда то есть это ну как бы на вас как на терапевту накладывает дополнительную эмоциональную нагрузку работы вот с конкретным человеком то есть это важно будет учиться как-то выдерживать вот что еще нужно быть готовыми к тому что человек который работает с вами в индивидуальной терапии он может знать больше информации о вас да из индивидуальной работы соответственно может ее привносить в группу потому что у него точно нет таких запретов да то есть вы да вы не не можете привнести в группу то что он там не озвучил это нарушение его по границ а он то может он же там говорит без цензуры да поэтому тоже к этому важно быть готовыми он может туда выносить какие-то ваши разговоры которые были на индивидуальной терапии да часто допустим в индивидуальной работе человек может выносить в индивидуалку то что было на группе да например но про других участников он что-то может начать рассказывать и здесь вот тоже важно вам придется следить за тем что вы будете говорить потому что все что вы там скажете это будет скорее всего привнесено в группу потом может быть в любой момент привнесено этим участникам да поэтому вот тоже надо будет следить за тем что вы там говорите в частности о других участниках да вот что еще какие здесь сложности у нас могут быть ну сама по себе например чистота переноса да допустим есть ведущие которые но то не хотят быть абсолютно чистым экраном для проекции да то есть чтобы у него вообще никаких отношений с участниками не было за пределами до группы то есть нет индивидуальной терапии за пределами и тогда получается что чище вот этот вот перенос он чище и он может быть болезненнее намного болезненнее почему потому что смотрите когда вы допустим человека знаете в индивидуальной работе да вы его знаете уже хорошо у вас уже сложились отношения определенные и когда этот же человек допустим на группе проявляет сильную агрессию ваш адрес то вам легче с этим справляться потому что вы точно знаете что вы с ним встретитесь на неделе вы с ним это все обсудить и переварить и то есть у вас будет пространство с этим справляться в этом есть и плюсы и минусы да ну плюсы в том что допустим это ну такие более такой мягкий экологичный подход боль ну маленькими шажочками в этом месте есть возможность двигаться до и больше ресурса в этом ресурсу больше и для терапевта да как то вот особенно для начинающего и для клиента да если вот он с чем-то не справляется он всегда может свою ярость дополнить в индивидуальной терапии и соответственно но вы как-то поговорить и вам станет обоим легче в этом месте а понимаете совсем другое дело когда у вас нет никаких отношений с этим участником вообще ни с кем из группы нет и на вас идут чистые переносы да и обсудить это с людьми нигде вы не можете и они с вами не могут и когда возникает какое-то напряжение до мощно с одной стороны это конечно хорошо что как бы усиливается вот этот эффект то есть мы как бы быстрее движемся но с другой стороны ведь нужен и ресурс тоже да с этим справляться и вот вопрос насколько есть готовность к этому да потому что но я вот работаю в онлайне уже много лет до с группами я достаточно часто сталкиваюсь с тем что все таки уходят участники из группы на на поздних сроках да не во всех да это разовый случай это ним это не повален максимум один человек может уйти да и и ну понятно что не всегда но все равно это происходит так это очень экологичный способ раз в неделю по полтора часа понимать это люди не выдерживают и даже не выдерживать те у кого есть индивидуальная терапия параллельно потому что не всегда индивидуальный терапевт до у вашего клиента а в курсе вообще что это за метод такой группа мы не знаем его отношения к этому методу да у меня были случаи когда было резко но отрицательное отношение то есть получается в том месте где индивидуальный терапевт мог бы помочь своему клиенту до справиться с тем что происходит на группе он может занять позицию тоже будьте к этому готовыми может занять позицию зачем тебе это надо там происходит беспредел ну вот какой то будет идти непонимание потому что человек вообще не знаком с этим методом и у него может быть ну непонимание вообще что вы там делаете что там происходит почему мой клиент пришел вот такой вот есть да там на 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 индивидуальную работу он может посоветовать и не прекратить заниматься в группе например это очень единичный случай но у меня был такой пример и несмотря на то что я предлагала клиентки индивидуально встретиться разово чтобы мы могли с ней поговорить я бы я объяснила вообще что произошло в какую травму на в личную провалилась почему почему ей важно остаться почему вообще вот что с ней происходит да я ей это могла все объяснить очень доходчиво но она мне не дала такой возможности нигде не на группе не индивидуально потому что ну понятно у нее поднялось очень много агрессии и ее вот индивидуальный терапевт получается тоже провалился туда же то есть они вместе были очень негативно настроены и не дали даже возможности объясниться да то есть то есть у меня как бы не было задачи кого-то насильно в группе держать но мне даже не дали возможность объяснить что произошло до чтобы на основе этой информации принять уже для себя дальнейшее решение стоит тебе оставаться здесь или нет вот ну почему да потому что вот он как бы не знал что такое группа получается индивидуальный терапевт вот и это знаете это если допустим вот кто-то обращается даже вот мне писали с нашей академии слушатели до что хотят в группу но когда я объясняю что работаю только онлайн участники вот говорят о том что хотят очень очень хотят очень а вот тоже к вопросу о том как каково это точно но формате группового психоанализа да есть очная группа шаттлова метод в рамках московского института психоанализа в москве но надо понимать для кого эти группы существуют эти группы существуют только для психологов да причем не просто для психологов а именно для групповых психоаналитиков то есть для людей которые учатся как бы и теоретически этому направлению в течение двух лет да и ну конечно не так как мы с вами да то есть мы работаем мы работаем с вами получается раз в неделю по часу ну там конечно же интенсивное занятие намного больше и это шаттловый метод почный так как он выглядит он выглядит таким образом что люди встречаются раз в три месяца только раз три месяца получается четыре раза в год до очно приезжают в институт заходит в аудиторию садятся вот в эту вот группу до дверь закрывается значит и и дальше у них четыре полутора часовых сессии в день с утра и до вечера группа говорят а в 10 начали всем закончили суббота и воскресенье два выходных подряд между ними есть перерывы там по полчаса и дополнительный перерыв час или полтора я уже не помню на обед понимаете вот ну что это значит это значит что допустим если ты попал в какую-то для себя эмоционально сложную ситуацию на группе а ну без этого никуда это будет происходить в любом случае то тебе некуда деться с этим да тебе в любом случае весь этот день нужно сидеть и как-то это выдерживать кроме всего прочего у тебя нет возможности вообще никак отреагировать ну то есть если мы работаем онлайн то здесь по крайней мере я не знаю видят только часть тебя допустим да никто не видит например что-то там своими руками делаешь ногами там еще что-то да ну то есть есть какие-то варианты что-то с этим сделать как туда когда ты сидишь в очной группе нет такой возможности то есть ты весь вообще на тебя люди смотрят и если у тебя истерика началась тебе придется это выдерживает да вот поэтому вот о чем речь идет и поэтому да если допустим вы принимаете решение не брать в группу своих клиентов из индивидуальной терапии важно понимать что накал интенсивность или амплитуды этих переживаний они будут намного мощнее потому что если клиент например кто-то из участников группы вам говорит выражает свою ненависть и ярость а если там еще и перверсия какая-нибудь да то есть возвращенном варианте то вам придется это выдерживать и вы не знаете например что тот же самый человек индивидуальной терапии вообще душка да и с ним можно договориться и вообще он нормальный ну это я так образно да ну в общем а здесь вы будете монстра видеть да и вот и вы каждый раз вы будете видите и вот вам придется это переживать и соответственно участнику тоже он вас не будет знать какой вы там в индивидуальной терапии да он вот увидел вас врага и все да и главное здесь это все хорошо оно главное чтобы вот вы справлялись с этим да и вы и участники это просто немножко сложнее эмоционально что еще ну наверное здесь вот основные моменты я рассказала вот что касается вот этих вот пересечений да но самое главное вы должны знать что так работать можно это не является нарушением правил просто есть разные групповые аналитики которые принимают для себя разные решения и мы всегда говорим окей если ты это выдерживаешь да если ты не совершаешь грубых ошибок который вот мы сейчас до обсудили с вами то это допускается это же правило кстати говоря касается например и каких-то пересечений между участниками группы как-то я вам говорила о том что вот у нас есть правило до что все участники на группе должны быть не знакомы друг с другом в обычной жизни и это создан для того чтобы они могли максимально открываться без цензуры и не думать о том а как я буду выглядеть до при общении с этим человеком вот там туда например это первый момент ну и второй момент это возможность но открывать какие-то теневые да вот эти вот свои болезненные стороны еще что-то человеку которого ты не знаешь да и никогда нигде не видела больше не увидишь намного легче чем тому кто как-то там где-то через каких-то знакомых да у вас есть там общее что-то это сложнее это просто сложнее это не означает что это прям вот жесткое правило да просто некоторые клиенты говорят что это нарушение правило они прям собираются уходят из группы нет аналитики смотрят на это по-другому до групповые то есть они говорят так что если для вас это посильно вы можете присутствовать в группе ну посильно имеется ввиду что в данном случае речь не идет о том что прям вот знакомые люди могут нет бывает так что есть какие-то пересечения ну например общие знакомые есть да и они знают об этом что они лично не знакомы друг с другом два участника в группе но есть там допустим у них где-то там какие-то общие знакомы или в данном случае они принимают решение насколько для них это пассивно если вы спрашиваете если для вас окей вы можете подумать походить с этим поразмышлять да там недельку две и потом принять какое-то решение может быть кто-то из них скажет допустим для меня посильно а другой скажет для меня нет ну соответственно тот кому не посильно тот уйдет из группы либо уйдет из группы можно знаете как ранжировать по тому кто первый пришел тот и остается а кто уже второй обратился ну тот уже по второму во вторую очередь идет чтобы никому не обидно было да вот так мы делаем или знаете еще как бывает бывает например пересечения такие что у них нет общих знакомых у этих участников но они могут быть на общей программе теоретическое например вот как и здесь у нас да вот есть академия вы все здесь учитесь и вы же учитесь не только у меня да у вас очень много дисциплин других и там есть какие-то практические занятия то есть вы теоретически можете пересекаться где-то хотя лично вы не знакомы друг с другом да вот эти моменты и тут вы тоже думаете что вам с этим делать то есть вы для себя какое-то решение должны то есть участники принимают это решение не вы как ведущие вы просто говорите им о том что да вот у нас есть такое правило но вот вы учитесь в одной академии насколько для вас допустим это может быть проблематично да если вы вдруг будете сидеть в одной группе но на каком-то занятии где-то у вас будет пересечении да вы встретитесь там на общей практической какой-то практике увидите друг друга может быть у вас даже общение не будет личного вы увидите друг друга либо наоборот появится соблазн до начать общаться запретить